Добрый день, зрители канала Домашний Ачах с Мариной. Мне иногда хочется сделать сюрприз для любимых мужчин и приготовить для них раки. Мои советы, конечно, будут интересны и мужчинам. Может быть и рыбаки подтвердят мои советы, женщины, которые хотят сделать вот такой вот сюрприз для любимого мужчины, или просто сделать романтический ужин. И мы посмотрим, на что надо обратить внимание. Когда вы покупаете раки, конечно, лучше, чтобы они были живые. И разница между раком мальчиком и раком девочки, самое главное, это клешни. У мальчиков очень большие клешни, а у девочек маленькие. Это основное отличие. Панцирь у мальчиков более широкий, более объемный. Девочки, они поменьше идут. И, конечно, мы заглядываем под брюшко. В период нереста под брюшком у самочки может быть много икры. Надо брать раки с закрытой икрой, чтобы она тоже была здоровая. А у мальчиков, посмотрите, всегда чистая брюшко. Обращаю внимание, что нерест продолжается до 10 июня, но в каждой климатической зоне по-разному. Раки занесены в Красную книгу, сейчас уже за 10 июня. Но вот одна рачица еще у нас почему-то не сделала нерест. Но и она попадет к нам на ужин. И раки должны быть здоровые. Посмотрите, шевелятся. Вы можете раков купить буквально за 5-10 дней до мероприятия. И хранить их в холодильнике на нижней полке, соблюдая еще некоторые советы, секреты. Вы можете взять миску, вы можете взять кастрюлю. Я оставляю вот в таком пакете. Самое главное, чтобы раки лежали друг на друге, вот так вот, животиком вниз. Это будет очень важно для хранения, чтобы они не были перевернуты, а только вот так вот вниз должны, животиками. Раки мы не моем, оставляем в таком состоянии, как они есть. Мероприятие может быть от 3 до 7 дней. Поэтому смело покупайте раки, если вы сможете их где-то найти. Ничем не надо пересыпать, ни солью, ни уксусом. Раки должны быть живые. Самое главное, это, дорогие друзья, миску или какую-то в коробку, в которой вы будете хранить, надо накрыть достаточно влажным полотенцем. Они, раки, любят влагу. Это будет способствовать продлению жизни. И влажная ткань сохранит микроклимат. Миску, кастрюлю или коробку вы должны потом закрыть, но так, чтобы все-таки приток воздуха небольшой у вас был. Храним на нижней полке в холодильнике до 7 дней. Это живые раки. Когда вы будете готовить их к варке, эти раки надо обязательно промыть очень хорошо. И рецепт я сниму для вас. А если не успею, то сразу вам скажу, что на 1 литр воды надо взять 2 столовые ложки соли. Лучше соль, чтобы была обычная, каменная, крупная. Она очень хорошо потом усваивается самим тельцем рака. Вы можете добавлять большое количество разнообразной зелени. Рецептов очень много. Но мой совет и секрет. Лучше всего добавлять семя укропа. Именно оно содержит такие сильные эфирные масла, которые наполнят рака эфирами и придадут пикантный ароматный вкус. В кипяток мы кладем лавровый лист, душистый перец. Можете положить зелень разнообразную, петрушку, укроп вместе со стеблями. Я буду добавлять только листья укропа, душистый перец, лавровый лист. Раков мы закладываем в кипящую воду. В связи с тем, что у меня раки достаточно крупные. Можно сказать, самые крупные. Я сделала выбор для праздничного стола. Такие раки варятся 15 минут в кипятке. Потом они выключаются. Вы можете оторвать лапку, попробовать по консистенции мяса. Если сыроватое мясо, вы чувствуете еще такое, как бы твердое, вы можете еще оставить на 10 минут в кипятке эти раки. Но не переварите их. Это будет очень важно. Раки очень крупные. Они варятся до 15 минут в кипятке. Для того, чтобы обезопасить наше питание, и для того, чтобы был вкус очень хороший. Если вы почувствовали на лапке, что мясо не соленое, раки еще немного лежат, набирают соль, ароматы, и вы уже подаете к столу романтическому, засыпая раки зеленью, подавая охлажденное пиво или деликатесы, которые вы любите. Самое главное, дорогие друзья, мы охлажденные раки складываем все друг на друга брюшками, накладываем мокрую, влажную тряпку, ткань, полотенце, оставляем все-таки небольшой вот такой вот приток воздуха, чтобы не задохнулось, и до 7 дней храним. Можно хранить, конечно, и в морозильной камере. Если вы достаете раки из морозилки, размораживать их перед варкой не надо. Вы сразу бросаете в кипяток и добавляете 3-2 минуты дополнительного времени. Но из моей практики, можно лучше хранить замороженные раки вареные. Тогда вы просто их размораживаете при комнатной температуре, и остается вот эта вкусная консистенция сочного мяса. Вот такие небольшие советы на моем канале Домашний очаг с Мариной. Где мы с вами говорим и о семье, и о романтике, и о психологии, о здоровом питании. Ну вот, мы сегодня поговорили о раках. Если у вас есть свои какие-то рецепты, как сварить раки и полакомиться, ну вот таким вечером летним, вот как сейчас у нас, напишите, пожалуйста. Для многих это будет интересно и важно. В конце видео обращаю внимание, что раки занесены в Красную книгу. Это не ежедневное лакомство. Это действительно праздничное блюдо. До 10 июня идет запрет на вылов раков. Эти раки куплены в магазине, в супермаркете. И они выращиваются уже, ну вот как рыба, в определенных водоемах, специально для продажи. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Очень много интересного для тех, кто хочет иметь дружную, веселую и здоровую семью. Спасибо.